Музыка Свежие интересные проекты и первые законотворческие инициативы. Все это вошло в повестку дня очередного заседания парламента. К примеру, молодые политики предложили внести в Кодекс Московской области об административных правонарушениях следующие изменения. Предлагаем дополнить главу 2 статьей 2.13, которая за ненадлежащее исполнение обязанностей по опубликованию муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц. Сейчас такая ответственность в законодательстве Подмосковья отсутствует, а нарушения в опубликовании правовых актов имеются. Аналогичная ситуация и со сроками, которые в законе не установлены. Эту тему также обсудили на заседании. В итоге парламентарии единогласно решили устранить выявленные пробелы. Заседание прошло достаточно успешно. Это первые инициативы правовые нашего молодежного парламента. Это нормативно-правовые акты местного значения. Это законопроекты, которые мы Московскую областную думу и Воденцовский городской округ будем подавать на совет депутатов. Поэтому это новое начало, нового будущего. Молодежный парламент нового созыва работоспособный. Подтверждение тому их новые проекты. Это и создание в округе дискуссионных клубов, и работа над памятной книгой о событиях Великой Отечественной войны. Внимательно разобрали на заседании и проект о возвращении ученического самоуправления. Возрождение этого ученического самоуправления – это единая система, где школьники смогут иметь социальный лифт уже с школьной скамеи, которые могут решать какие-то собственные проблемы школы, выходить с инициативами и развиваться. То есть это очень серьезный и хороший проект. Сегодня прозвучало несколько разных идей, которые, я считаю, что некоторые из них имеют право на жизнь и требуют какой-то более глубокой проработки для дальнейшего внедрения. По словам Дмитрия Голубкова, идеи молодежи довольно прогрессивны, и их нужно учитывать. Он дал молодым коллегам ряд ценных советов и рекомендаций. Хорошо, что такие идеи звучат, и мне как депутату тоже полезно послушать такие интересные предложения. Обновленный молодежный парламент работает всего три месяца, но за это время уже сделано немало. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».